Снова в бой. Легендарная бригада специального назначения АЗОВ возобновила свои силы и приступила к выполнению боевых задач в Луганской области. Солдаты надежно удерживают занимаемые рубежи и наносят противнику большие потери. В первую очередь, высоко мотивированные, подготовленные, хорошо подготовленные подразделения, которые себя демонстрируют очень профессионально, как в обороне, так и в домовых наступательных действиях. И уже есть успехи. Артиллеристы АЗОВа в районе Серебрянского лесничества уничтожили минометный расчет россиян и путепрокладчик БАД-2. При этом обе цели были поражены прямым попаданием. Это Белогорик, это Серебрянка, это направление Кременной ведутся в основном сдерживающие оборонные действия. То есть там основные задачи силы обороны Украины это сдерживающие факторы, сдерживающие элементы оборонного типа. Еще в июле из Турции вернулись пять командиров АЗОВа. Военные находились там после освобождения из российского плена. Тогда же Украина вернула 108 бойцов полка АЗОВ, 188 защитников АЗОВ Стали и Мариуполя. Солдаты пообещали продолжить защищать Украину. С сегодняшнего дня мы вместе с вами продолжим борьбу. Мы обязательно свое слово скажем еще в бою. И свое слово они сдержали. Это потрясение для РФ, ведь Кремль считает АЗОВ террористической организацией. И новость о возвращении полка на фронт выстрел в голову путинистам. Российская пропаганда вообще заявляла после того, как они оккупировали Мариуполь и взяли под свой контроль АЗОВ Стали. Они заявляли о том, что все, АЗОВ полностью уничтожен. Этого подразделения больше не существует. Реакция соответствующая на появление АЗОВ. Ведь то подразделение, которое они называли уничтоженным, оно продолжает выполнять свои задачи. И, помимо всего прочего, еще и командный состав того АЗОВа, который был в Мариуполе, он жив, здоров и опять-таки вернулся к своим функциональным обязанностям. Солдаты АЗОВа верят в победу Украины и на сегодняшний день делают для этого все возможное. Продолжение следует...